приветствую вас на канале редкая сегодня мы будем смотреть нового титана супер крутого в категории голди апгрейдинг титан синамент 71 тысяча дпс ребята это самый крутой челик сейчас который есть сравним давайте самого лучшего до этого corrupted камера мэна 5000 урон 14 200 дпс 25 тысяч семьдесят одна тысяча range range это вообще ребята 65 давайте посмотрим у кого-то вообще был range 65 я помню 50 60 по моему был у апгрейд от камера мэна да давайте посмотрим ни у кого 65 нет вот только у него ребят 50 32 35 45 60 вот вот апгрейдинг титан камера мэн у него 60 у нового 165 и он теперь смотрит абсолютно на всю карту ну и сейчас ребята мы заодно посмотрим потестим новую карту ее изменили эту карту и самое смешное что его не везде можно поставить на этой карте возможно специально наставили всяких деревьев камушков и так далее чтобы вы не поставили вот тупо по центру чтобы он стрелял через всю карту видите они специально сделали таким образом чтобы вы его могли поставить не самое удобное место и чтобы он покрывал не всю карту ну возможно это такая небольшая хитрость возможно из-за того что у него очень большие размеры ну короче вы видите да я не могу его поставить прям в любое положение даже если его немножко развернуть все равно не везде можно его поставить вот здесь вот можно кстати вот там было можно так здесь вот вот так можно но мне надо ребята чтоб вот этот вот проходик крылся и вот это ну короче надо где-то вот здесь вот о вот 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 где-то здесь подождите что зелененькое было не надо поставить 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 вот сюда ну тоже не самое удобное место ну пускай стоит уже здесь кстати ребята вот этого вот этой части карты не было ее расширили смотрите как как она сейчас выглядит и как она выглядела, когда я ее проходил. Она была намного короче. То есть я прошел эту карту на суперэкстремальном режимчике. Когда она была короткая, когда монстры очень туалетные быстро проходили. Они добавили где-то, ну, еще процентов 30. Вот видите, справа огромный кусок, собственно, сделали карты. Видимо, кроме меня никто ее пройти не смог. Поэтому решили немножко улучшить, скажем так, помочь ребятам, чтобы они все-таки хоть как-то ее прошли. Я ее проходил, ребята, без этого апгрейдит Титан Синемана. Короче, ТВ Титана, будем его так называть. Сейчас я его еще немножко апгрейдил и смотрите, что у него появился. У него появился нож. Розовый круг это то, что он бьет ножом. Ну, а все остальное, красный круг, это то, что он делает своим телевизором. Сейчас, ребята, я быстренько прокачаю ферму, чтобы вы понимали, я смог накопить на Титана для того, чтобы не слиться только на 23-й волне. Это реально очень сложная карта. Нужно думать, нужно каждый свой ход, в принципе, контролировать, понимать, что зачем прокачивать, потому что иначе вы сольетесь тут реально много боссов. Ну и ни в коем случае не скипайте, если у вас там не супер какая-то, я не знаю, команда, которая прям все уничтожает еще на старте. Так, ну и сейчас вы видите эти два радиуса, красный, огромный радиус, но все равно чуть-чуть мне надо еще прокачать, чтобы он видел вот эту вот дорожку. Видите, немножко он ее не захватывает. Поэтому сейчас, ребята, буквально еще немного, 6000 получено. Все, теперь я его прокачал, и он уже видит везде, где нужно. Так, все. Всю дорогу он просматривает и за собой, и перед собой. Ну вот теперь, ребята, другое дело. Теперь уже, видите, дамаг. Ой, как хорошо льется. Отлично. Фактически, ребята, я буду проходить эту катку только с одним, ну, максимум двумя такими титанами и четырьмя инженерами, которых я опустил уже на максимум, они почти, вот два на максимум, два нет. Они будут спамить танки. Вот, и таким образом, ребята, я надеюсь пройти эту карту, посмотреть, насколько быстро это будет. На супер-хард режиме экстрим, я сказал бы, который я проходил на стриме, прошел я тогда за 65 минут. Кстати, ребята, на этого титана я потратил своего спайдер-паука. Парень меня очень уговаривал, чтобы я ему его отдал, что он очень о нем мечтал, ну, я решил окей. Тем более, редкость у них приблизительно одинаковая, хотя титан, этот, ребята, стал еще более редкий. Если раньше был шанс 0.02, сейчас его снизили, и шанс теперь 0.01 на его получение. Но, тем не менее, если вы потратите там 20 тысяч робоксов, накупите кучу монет, а то и больше, то, возможно, вы все-таки его выбите. Может быть, нет. Парень, с которым я общался, он нафармил 200 тысяч монет и смог его выбить при шансе, когда был 0.02. И я думаю, что, возможно, ему даже повезло. Соответственно, сейчас, представьте, какие, то есть, надо 400 тысяч монеток нафармить, и, возможно, вам тогда он попадется. Ну, это все лирика, ребята. Тем временем я прокачал еще немножко своего титана, и теперь у него появилось ядро. Вот это вот уже крутая штука, специально которой можно уже убивать боссов. Поэтому лучше всего в начале, когда только спавнится все юниты, выставлять, чтобы он стрелял только по стронгестам, самым сильным. Потом меняйте на first, первый. И таким образом, думаю, вы пройдете. Ну что, ребят, я думаю, что можно уже прожмякать лайк. Кстати, у кого есть SpiderTV, и кто хочет мне его продать, подарить и так далее, то напишите мне в Дискорде. Если я на этот момент, когда выйдет уже этот ролик, где-то получу SpiderTV, я напишу или в сообществе, или под видео, что он уже не нужен. На данный момент я в активном поиске, написал об этом в своем Дискорде. Так что, ребят, если сможете помочь, то помогите. Очень нужен для коллекции. Сейчас, в принципе, ребята, вот эти вот юниты, которые стоят по карте у меня, они, ну, по сути, уже отрабатывают как паук. Они делают все его, скажем так, функции, но, тем не менее, паучок мне нужен для коллекции. Так, ну что, ребята, давайте еще немножечко прокачаем и посмотрим, что еще в своем арсенале у нас заготовил Титан. Да, у него, кстати, есть прикольная особенность, это я тоже уже заметил. Он, ох ты, ребята, смотрите, черный радиус появился, и у него появился коготь. На левой руке у него есть коготь. Когда вы его полностью прокачаете, у него будет на двух руках коготь, но пользуется он только левой рукой, потому что на правой у него лезвие. Так, убили, убили. Кстати, что я заметил, ребята, у него есть способность отбивать некоторые удары, ну, не удары, а ракеты, которые его оглушают. То есть он где-то 3 или 4 ракеты, я так замечал для себя, что он их отбивал. Ну, а потом уже где-то 4 или 5 его оглушало. Ну, и то ненадолго, он быстро приходил в себя и продолжал наносить урон. Поэтому, по сути, я даже не ставил дрончика, но, наверное, вместо секретного агента можно было бы дрончика поставить, чтобы он постоянно наносил урон. Плюс он бы еще, наверное, помогал бы моим вот этим вот, вместо паука, челикам тоже, которые это делали. Ну что, ребят, максимальная прокачка. Вы видите, какой огромный радиус. Самый дальний радиус – это его ядро. Потом чуть пониже там есть его, соответственно, когтейлик способность. Потом кружочек поменьше – это удар его лезвия. И самый маленький черный – это удар когтями. И сейчас, ребята, я пытаюсь поставить второго титана. Как я уже сказал, вы видите, да, не везде его можно поставить. В тех местах, куда бы я его поставил, там деревья, все закрыто, и поставить невозможно. Поэтому я его поставил вот сюда вот. Не самая хорошая позиция, но, тем не менее, плюс-минус работает. На этой карте очень тяжело прокачиваться, деньги идут очень мало, боссы очень большие, и поэтому, как бы, сильно много заработать не можешь. Но, тем не менее, ребят, я умудрился заработать прям в тютельку-в-тютельку на второго титана. Но сейчас, ребята, самый опасный босс на 41-й он. Глич, вот этот туалет появляется. Он самый реально опасный, потому что, смотрите, как он работает. Сейчас разгонится и просто несется. То есть титан его не остановит. Если вы будете играть без инженера, вот смотрите, что он делает. Он просто все сбивает на своем ходу и мог бы пролететь прямо на вашу базу. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что ж, ребят, продолжаем. 50-я волна. Последний. Я как раз докачал второго титана. Сейчас у меня два титана, которые на максимуме прокачаны. И с помощью них сейчас мы будем дефать. Так, я ставлю пока что этого на первых, а второго я поставил, чтобы он на стронгеста работал. Ну и вот сюда куда-то еще впихнул. Вот, на тебе, минус 100 тысяч. Секретного агента, чтобы на него тоже немножко агрелись. Самое опасное сейчас, это вот этот вот массивный босс в виде плиты. Овен, который сжирает мои танки, поэтому мне нужно его убивать в первую очередь. Остальные плюс-минус я не боюсь. Даже если они пройдут моих титанов, там, я думаю, танки их задавят. Если не задавят, то я одного переставлю, второй будет еще и на финише тоже доставать. Ну и поэтому я сейчас, видите, активно переставляю своего секретного агента, чтобы на него немножко не агрелись, чтобы они его глушили, чтобы не все летело в титана, а часть патронов, которые, скажем так, оглушают титана, летели также на секретного агента. Так, подождите, эту индейку, получается, он не может, да? Интересно, что индейка не агрится на секретного агента, она никого не оглушает, она себе просто прет вперед и ей все по-брабану. Так что вот такая вот и задача. Так, давайте, наверное, на первую я пытаюсь. Ничем я? Ну ладно, поставил, поставил. Так, ребята, все, осталось два босса. В принципе, с титанами, конечно, намного проще их убивать, чем я убивал с инженерами просто, потому что очень много хп сносят титаны и им легко, видите, убивать босса. Для босса это, конечно, идеальный юнит. Кстати, этот лазер я не очень понял для чего, потому что он, по сути, никого там не убивает, не оглушает, так что как это работает, чисто для красоты этот лазер или для чего, не ясно. Ну все, ребята, босс повержен. Довольно-таки все легко произошло. Короче, вы видели, в деле титана действительно для боссов он обалденно работает. У него отличный дамаг, он отлично и спам убивает. Короче, на любой карте он, ребят, вам поможет. И имба реально самый крутой, самый классный юнит на данный момент в игре. Вот тут вот я, наверное, соглашусь. Ну и вы видели бейдж, мне дали бейдж за то, что я прошел карту и мне дали крейт, который я могу сейчас открыть. Я, наверное, его оставлю, а вот уже следующий буду открывать для коллекции. И да, ребята, кто выбил мифика, тоже, может быть, поделитесь для теста, буду очень благодарен. На этом пока, ребят, все. Спасибо, что смотрели. Обязательно ставьте лайк под видео, подписывайтесь, что это не сделал и до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok